Наш канал и видео, которые вы смотрите об иммиграции в Австралию, обучении жизни в Австралии, это своего рода симулятор, флай-симулятор, симулятор иммиграции в Австралию. Вам канал Одна Австралия и я Александр Петров. Когда я говорю симулятор, это значит вы получаете доступ к тысячам всяких кейсов, тысячам случаев, которые произошли со многими нашими ребятами, и не нашими тоже, на которых вы можете посмотреть, что будет, если будет вот такая-то ситуация, и, соответственно, что получается из этой ситуации. Получается иммиграция или нет, какая программа обучения к чему ведет, к чему она вела 15 лет назад, 5 лет назад, к чему она будет вести, может быть, через 5 лет. Вы получаете огромный запас знаний, полученных на основе всего того, что вы видите и слышите. Причем слышите и видите зачастую не только от меня, но и от других людей. Потому что, да, видео, так же получается при обилии роликов, я просто не могу их снимать с бесконечным количеством людей, но вы общаетесь с этими людьми, потому что они у меня в Фейсбуке, они у меня в ВКонтакте, у меня они на Линкдине, они у меня в Ютьюбе. И, соответственно, если вы хотите узнать информацию, вы ее получаете. Если вы ее не получаете, вы попросту не старались или она вам была не нужна. Но даже нормальная жизнь, то, что вы видите в картинке, это не постановочные схемы, то есть сцены. То есть, когда я где-то иду, какая-то мысль появилась, я ее записал и пошел дальше. Да, может быть, качество картинки не лучше. Наверное, и 100% качество звука далеко не лучше, потому что вот это вот все, это не самый лучший звук. Это не студийный микрофон, но зато вы видите жизнь, какая она есть. Вот за моим задом, за моей спиной вы можете увидеть, допустим, поле, какое оно есть. Увидите площадку, какая она есть, может быть, и такая чистая. Увидите людей, которые прогуливают собаку, как сейчас здесь женщина прогуливает ее. Соответственно, вы увидите реальную жизнь. По маленьким кусочкам у вас складывается полная картинка жизни в Австралии, такой, какая она есть. Ну, может быть, хорошо. Сидней, разные районы, и тот же самый Виндзор. Но, в общем-то, вам все становится понятно. Вы видите людей, вы общаетесь с этими людьми, и вас в этом не ограничивают. Ни один агент этого делать не будет, потому что это достаточно опасно для агента дать своим потенциальным студентам, потенциальным клиентам, если мы говорим о миграционных агентах, дать им возможность получения достоверной информации. Потому что большинство из этих агентов привирают. К сожалению, когда идет речь о том, отдать должное правде или отдать должное мамоне, то есть стремление к наживе, второй обычно переселивает, и здесь очень много доводов. Надо кормить троих детей, надо помогать мужу, которого уволили с работы, или жене, которую, опять-таки, уволили с работы. Надо помогать ребенку, потому что одинокая мама, и надо помогать семье в России, нужно купить квартиру, нужно жить, как все другие, как он тот Петров, у которого два дома, и две машины, и так далее. То есть всегда найдется оправдание тому, что необходимо в действительности зарабатывать деньги. У вас такое оправдание для себя тоже, когда придет время, найдется. Поэтому постарайтесь запомнить, чтобы потом не кривить душой. И, соответственно, вы получаете настолько много информации, что дальше вы начинаете как flight simulator, то есть симулятор полета. Вы предполагаете, так, а вот если я хочу, чтобы у меня получил кто-то, что я должен делать? Ну, например, я хочу подтвердиться как плотник. Так что я должен делать? Да очень просто. Я должен получить образование дома плотника, или хотя бы поработать плотником, сделать себе RPL, и здесь сразу получить сертификат, и через три года фуллтайма я получу иммиграцию. Потому что подам себе и получу. Ну, буду работать, естественно, плотником. Вот не хочу я плотником работать, я хочу быть, допустим, как я являюсь, специалистом в IT. Что я должен делать? А без проблем, ты знаешь, что делать? По приезду очень быстро подтвердить свою квалификацию. Может быть, и до приезда. Но тут опять-таки надо смотреть. Спорное дело. Ну, предположим, приехали и подтверждаетесь. Понеслась сразу. Работаете в сфере IT. Опять-таки, смотрите, а что сейчас с иммиграцией? А что будет с иммиграцией? А как продлить эту визу? А что если я, допустим, не буду сам учиться, а перейду на визу невесты? Нет невесты? Ну, найду, предположим. Что будет, если через год я найду себе невесту, которая начинает учиться на магистратуре? А я получу от четырех до пяти лет фуллтайма. Значит, я иммигрирую. А что для этого надо сделать? Ну, надо подготовиться, найти невесту. А что бы ее не найти до того, как еще уехал? У нас девушки здесь учатся, и девушки хотят остаться. А вы можете это им сделать. То есть, в вопросах работы, в вопросах размещения, что будет, если я буду жить не в Сити, а в Когоре, или в Оборне? Что будет по деньгам? Что будет с парковкой? А нужна ли мне эта парковка? А нужно ли мне добираться, допустим, пешком 30 минут прямо до колледжа, если я могу доехать за 20 минут и пешком дойти 5 минут. В пяти минутах от меня станция. Какие плюсы, какие минусы? Опять-таки вопросы с парковкой. Вы это обсуждаете с людьми, вы это обсуждаете с теми, кто такие, как вы, только были немножко раньше. И, соответственно, это и есть симулятор полета вашего. И когда у вас такие клише проработанные достаточно большое количество раз, они никуда не исчезают, они остаются у вас в голове. И только укрепляются, обрастают новыми деталями. И у вас большой запас определенных вариантов действия. Это как fish bone diagram. Это скелет рыбы. Значит, если то, if then. То есть, если будет то-то, я сделаю то-то. А если будет то-то, я в своей ситуации сделаю то-то. Или то-то. Или с помощью той-то сделаю то-то. Вот, соответственно, назначение канала, подводя эту черту, это обеспечение вас всей доступной информацией, чтобы вы были полностью независимы от кого-либо, в том числе, кстати, агенты меня, в принятии ваших решений. Моя задача будет только, может быть, это все подшлифовать, подкорректировать или просто прослушать. И, может быть, объяснить, где вы в чем-то неправы, где вы неправильно оценили ситуацию. С другой стороны, я получаю людей, которым не надо объяснять азбуку, не надо азы какие-то рассказывать. То есть люди, когда им скажешь «А», они уже слышат «Б», «В», «Г», «Д» и даже «Е», и даже «Йо». Соответственно, эти люди гораздо более подготовлены. Ведь умный студент, умный клиент гораздо удобнее, выгоднее и приятнее в жизни, чем человек, который совершенно никчемный, беспомощный. Именно вот эти умные ребята и дают нам новые и новые кейсы, они успешные. Соответственно, это дает нам возможность оценить, что можно предпринять еще для каких-то ситуаций. Каждый день приносит нам новую информацию. И эта информация докладывается в эти видеоролики, а также в информацию, которую мы даем в меньшей степени в Инстаграме, а в большей степени в других социальных сетях, в том числе, опять-таки, в Ютюбе, в Фейсбуке, ВКонтакте, может быть. Поэтому, дорогие друзья, относитесь именно так к нашему каналу. Естественно, не лучший звук, естественно, не самая лучшая картинка. Естественно, но я не хочу делать часами и часами видеоролики, которые по полезности не будут нести ничего большего, чем они несут сейчас. Это отнимет у меня то время, которое я могу посвятить для того, чтобы вам было легче сюда приезжать, легче здесь учиться, легче сюда эмигрировать, легче жить и прогрессировать даже после того, как вы остались в стране. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok